Приветствую вас на своем канале. С вами Светлана. Сегодня хочу с вами поделиться, как шить вот такую симпатичную, но вместительную маленькую сумочку. Высота сумочки 18,5 см, ширина 20 см, а глубина 4 см. Понадобятся прямоугольные детали размером 28 см на 25 см. Две детали с основной ткани, у меня котон. Две детали с дублериной и две детали с лобчатой бумажной ткани. Для кармана понадобится прямоугольник размером 21 на 30 см. Для ремешка прямоугольник размером 130 на 8 см. Для петелек понадобится прямоугольник размером 12 на 8 см. Также понадобится молния длиной 25 см и брючная молния длиной 21 см. Также понадобится фурнитура для ремешка. Две основные детали дублируем. Сначала делаем разметку углов низа сумки. Откладываем по 3 см вверх и вбок. После этого делаем разметку углов в верхней части сумки. Вниз откладываем 2,5 см. Вбок 3 см. Для удобства намечаю верх изделия для того, чтобы не перепутать. Отрезаю лишнее на углах, оставляя припуски по сантиметру. Переводим углы на вторую основную деталь. Отрезаем лишнее в углах. Так же само поступаем из тканью подкладки. Вот такие детали у вас должны получиться. На подкладе также намечаем верх. Для начала сделаю прорезной карман с молнией. Для этого деталь кармана складываем пополам и намечаем центр. Разворачиваем деталь и от верхнего среза вниз откладываем 2 см. Проводим линию. В обе стороны от центра откладываем по 9 см. Потому что рабочая часть молнии равна 18 см. Вниз откладываем 1 см. Проводим параллельную линию. Таким способом получится рамка под нашу молнию. После этого на основной детали от верхнего среза вниз откладываем 6 см. Проводим линию. На основной детали также намечаем центр. После этого совмещаем верхний срез мешковины с намеченной линией на основной детали. Также обратите внимание, чтобы середины деталей совпадали. После того, как совместили все линии, скалываем детали между собой. Настрачиваем мешковину на основную деталь по намеченной линии. По центру прямоугольника проводим линию. На 0,5 см от верхнего среза. Также в углах рисуем треугольники. По этим линиям будем разрезать. Для этого нам понадобятся маленькие ножницы с острыми концами. Когда будете делать надрезы в углах, обратите внимание, чтобы не перерезали строчку. Выворачиваем мешковину на изнаночную сторону. Приутюживаем мешковину по краям рамочки. Делая таким образом перекант на изнаночную сторону. После этого размещаем молнию по центру нашей рамочки. Для удобства ее нужно приколоть булавками или приметать нитками. Не больше нравится временное соединение нитками, так как молния не может сдвинуться с места. Прострачиваем отделочную строчку по кругу рамки. Прострачиваем строчку ближе к краю на односторонней лапке. Прострачиваем строчку ближе к краям рамки. Прострачиваем деталь на изнаночную сторону. Складываем мешковину пополам. Скалываем мешковину по верхнему срезу, не задевая основную ткань. Прострачиваем строчку по верхнему срезу мешковины. Прокладываем строчку поближе к молнии на односторонней лапке. Вначале и в конце строчки делаем закрепки. После этого прострачиваем строчки по бокам мешковины на сантиметр от края. Вот такой красивый и функциональный карман на молнии получился. Если у вас изделие без подклады, обязательно обметайте края мешковины. К детали прикладываем молнию лицом вниз и прикалываем булавками. После этого сверху прикладываем мешковину лицом к лицу с основной тканью. Совмечаем по верхним срезам и по бокам. Скалываем все булавками по верхнему срезу. Прокладываем строчку на сантиметр от края, поближе к молнии. Прокладываем строчку на односторонней лапке. После этого выворачиваем деталь молнией наружу. Прокладываем основную деталь к основной лицом к лицу. Скалываем молнию с основной деталью. После этого переворачиваем деталь мешковиной вверх. Лицом к лицу. Искалываем основную деталь с молнией мешковиной вместе. Прокладываем строчку на сантиметр от края, поближе к молнии. После того, как втачали молнию в изделие, расправляем детали около молнии и все хорошо приутюживаем. Прострачиваем сдерживающие строчки около молнии. Прокладываем строчки на 0,2 от края. Если у вас молния в конце и в начале расходится, сделайте закрепки на 0,7 от края. Это вам пригодится, когда будете формировать верхние углы сумки. После того, как прострочили отделочные строчки около молнии, складываем вместе основную ткань с основной, а мешковину с мешковиной. Выравниваем края между собой и скалываем по кругу булавками. Прострачиваем строчки на сантиметр от края по боковым срезам и низу изделия. По низу мешковины оставляем небольшой участок незашитым, для того, чтобы потом можно было вывернуть сумку. Сделаем comprыку. Сделаем плыль Выравниваем плыль Подписываем Не спрашиваем Не спрашиваем Вzerрам Вземляем Белый Вземляем После того, как прострочились строчки, разутюживаем швы, для того, чтобы сумка в готовом виде лучше смотрелась. Начинаем формировать. Складываем вместе боковой и нижний шов, скалываем между собой. Таким способом скалываем все углы, которые будут внизу сумки. Прокладываем строчку по углам на сантиметр от края, как на основной ткани, так и на мешковине. Вот такие симпатичные углы у вас должны получиться. Для верхних углов сумки нам понадобятся петельки с фурнитурой. Для начала заутюживаем прямоугольник пополам. После этого два края прямоугольника заутюживаем к центру. Снова складываем деталь пополам и приутюживаем. Наша заготовка для петелек готова. Таким же самым способом формируем заготовку для ремешка. Прострачиваем две отделочные строчки по краям детали, как петельки, так и ремешка. На ремешок одеваем нашу пряжку. Подгибаем припуск внутрь и прострачиваем строчку поближе к пряжке. Заготовку под петельки складываем пополам и разрезаем. Одеваем фурнитуру на петельку, складываем пополам и прострачиваем строчку. Так же само поступаем и со второй деталью. Вот такие детали у вас должны получиться. Теперь приступаем к формированию верхних углов. Хорошо расправляем ткань, так чтобы наши швы и молния легли в одну линию. После этого будем размещать петельку для крепления нашего ремня в этом углу. Лучше всего ее размещать через незашитое отверстие в сумке. Но обязательно не забудьте расстегнуть молнию, то ничего не получится. Размещаем эту петельку между основной тканью и молнией. Если нужно еще раз все поправляем и скалываем булавками. Таким же способом формируем и второй угол. Прострачиваем строчку на сантиметр от края. После того, как просрочили углы, выворачиваем изделие на лицо. Обязательно проверьте, чтобы внутри сумки не остались иголочки. Хорошо расправляем углы. Зашиваем потайными стежками наши отверстия. Одеваем на сумочку наш ремешок. Свободный край продеваем через петельку. Протягиваем свободный край через пряжку, так, чтобы припуски оказались внутри. Можно сразу выставить желаемую длину ремешка. Свободный конец продеваем через петлю. Подгибаем припуск и прострачиваем ближе к петле. После закрепления ремешка, получилась вот такая красивая, маленькая и вместительная сумочка. В нее спокойно помещаются все самые необходимые вещи. Надеюсь, это видео вам пригодится. Кому понравилось видео, ставьте лайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Жду вас в гости на своем канале. Спасибо.